Задать вопрос, какой угодно и кому угодно, мэтр самого сложного в журналистике жанра, интервью Владимир Познер отмечает сегодня свой 80-й день рождения. На отечественном экране Познер появился в 1985 году. Оренбург тоже знает Владимира Владимировича как блестящего телеведущего. Несколько раз он был в большой студии Орент-ТВ. В конце 2000-х годов ток-шоу «Время жить» программа о борьбе с ВИЧ и СПИДом в России проходила во многих городах страны, в том числе и в Оренбурге. Наш город был и остается в числе десяти, где больше всего зараженных. Проблему СПИДа Познер обсуждал остро, по привычке задавал те вопросы, на которые многие не знали, что ответить. Кто-нибудь задавался вопросом, а как они умирают, эти люди? Как они умирают? Если мы говорим о гуманном обществе, то надо, наверное, задуматься. Разумеется, нужно беспокоиться о живых. Нет вопроса. Но надо ли беспокоиться об умирающих? Вот есть, вот я говорил, вы видели этот сюжет, так называемая палеотивная помощь, которая пока в нашей стране крайне слабо развита. О проблеме СПИДа Познер говорил с политиками, общественными деятелями и представителями власти Оренбурга. Прямолинейность телеведущего не раз откровенно задевала его собеседников. Ваша реплика, что Нина Сергеевна не пришла сюда, не означает, что человек не занимается вплотную этой проблемой? А я и не сказал, что не занимается. Я сказал, что не пришла почему-то и не захотела даже по телефону поговорить. Прошу. В день рождения Владимира Познера в социальных сетях появилось вот такое его высказывание. Всегда считал, что 80 – это старик. А я играю три раза в неделю в теннис, хожу на фитнес. Иногда даже девушки на меня посматривают. Думаю, вот как это может быть. С поздравлениями Владимиру Познеру мы завершаем наш сегодняшний эфир. Продолжение следует...